Всем добрый день, меня зовут Андрей и это наше очередное видео на канале Ремпроект. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, какие бывают дизайн-проекты. Состав дизайн-проекта, какой проект заказать у дизайнера, полный дизайн-проект или технический дизайн и в чем их отличие. Например, вы стали обладателем новой квартиры или решили кардинально переделать уже имеющуюся жилплощадь, но не знаете как это лучше сделать. Наиболее правильным решением будет обратиться к профессионалу, который этим занимается, то есть дизайнеру интерьера, который поможет вам определиться не только с цветовыми стилевым решением, но также дать советы по ремонту и выполнить всю рабочую документацию, чтобы ваши строители могли вам выполнить ваш ремонт. Но если у вас нет опыта общения с дизайнерами, легко заблудиться в массе предлагаемых вариантов и в итоге получить вовсе не тот результат, которого вы ждали. То есть обращаясь к специалисту, вы должны уже понимать, что конкретно вы от него хотите. Ведь дизайны интерьера отличаются набором документов, которые в них входят. То есть состав дизайн-проекта может быть разный. Поэтому сразу стоит оговорить, что нужно именно вам и сколько будет стоить такого плана работа. Если вас в первую очередь интересует планировочное решение квартиры, оптимальная расстановка мебели, правильное расположение розеток, выключателей согласно мебели, чертежи конфигурации потолка, а также остальные чертежи для правильного и продуманного ремонта, тогда вам нужен технический дизайн-проект. В нем нет цветовых решений, фактур обоев, но там есть вся документация, которая вам нужна для правильного ремонта и перепланировки. Имея такой проект, вам не придется беспокоиться о том, что у вас выключатель или розетка не в нужном месте и хватает ли площади ваших комнат для расстановки всей необходимой мебели, помещается ли у вас в ванную комнату биде, унитаз, стиральная машина и другие многие вопросы, которые возьмет на себя дизайнер, выполняя ваш технический дизайн-проект. Как состав технического дизайн-проекта? Первый чертеж – это обмерочный. Дизайнер выезжает на объект, делает точные размеры ваших помещений. Второй чертеж – это план демонтажа, то есть где указываются перегородки, которые будут демонтироваться. Третий чертеж – это план возведения перегородок, дальше планировочные решения квартиры, план размещения сантехоборудования, дальше план освещения, где будут указаны осветительные приборы и привязки их к потолку, план расположения розеток, он делается отдельно от плана освещения, где указывается расстояние, высоты, привязки розеток. Дальше план, объясняющий систему подогрева пола с регулятором. Общий план пола, отметки высоты, материалы, которые будут на полу, а также немаловажно места стыковки этих материалов, так как стыки между разными напольными покрытиями нужно размещать под дверными полотнами. Это тоже указывается на чертеже. Итак, вот вкратце, что из себя представляет технический дизайн проект. Под видео я выложу список тех чертежей, которые входят в этот технический проект. Я надеюсь, вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал Римпроект. Всем удачи!